МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургут-24. В студии работает Дмитрий Круковец. И в начале выпуска коротко о главных темах. Ежедневное число заболевших коронавирусной инфекцией в Югре перевалило за 2 тысячи. Справляются ли медучреждения? Никаких реконструкций, только под снос. В мэрии Сургут рассказали, какие незаконно построенные объекты планируют демонтировать в текущем году. В этот список попал и легендарный ресторан. И в Росгвардии объяснили, в чем суть нового закона об оружии и кого он коснется, а также пользуется ли сегодня популярностью огнестрел среди молодежи Сургута и района. Счет пошел на тысячи. За минувшие сутки в Югре зафиксированы и подтвержден 2341. Новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах. Об этом сообщает региональный оперштаб. В Сургуте 755 заболевших. В Сургутском районе 195. У 2222 человек. В момент выявления инфекции наблюдались выраженные признаки ОРВИ. У 61 зафиксирована пневмония. У 58 югорчан болезнь протекает бессимптомно. Плюс 38 пациентов за сутки. Койки в сургутских ковидных госпиталях заполняются. На утро пятницы в стационарах Сургутской окружной клинической больницы и противотуберкулезного диспансера на лечении находится 344 человека. Из них терапию получают 90 беременных и 6 женщин после родов. Среди пациентов также 26 детей, девятерым из которых не исполнилось и года. За сутки в специально оборудованном СОКБ корпусе на Тюменском тракте 27. Больные заняли еще 29 коек. Медпомощь там оказывается 92 заболевшим. Здесь оказывают помощь пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И оказывают ее специалисты Сургутской окружной клинической больницы. Здесь есть у нас все специалисты. Это инфекционисты, эндокринологи, гастроэнтерологи работают, хирурги и эфтезиатры тоже нам помогают. Здесь осуществляют то же самое обследование, что и на базе Сургутской окружной клинической больницы. Всего в нашем городе сейчас готовы 600 больничных коек для лечения пациентов с ковидом. Половину из них 22 января развернули в одном из корпусов Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера. Такое решение было принято, чтобы сохранить достаточный объем оказания плановой и специализированной помощи в СОКБ. В диспансер отправляют на долечивание пациентов, состояние которых не вызывает опасений. Подробнее о работе отделения ковидного госпиталя на Тюменском тракте смотрите в вечернем выпуске программы новости Сургут-24. В Сургуте в этом году должны снести сразу несколько непригодных и самовольных построек. Помимо бывшего кинотеатра «Аврора», конструктив которого опасен для дальнейшей эксплуатации, это еще кафе на улице Технологической 25.2, корпус 3, что в районе рынка «Дружба», торговый павильон, шины, диски, шиномонтаж на профсоюзов 37.2. Эти объекты судами признаны самовольными постройками. Об этом рассказали на заседании городского штаба. Еще один магазин и ресторан «Три семерки» на Маяковского 26.1. Там без разрешительных документов. Площадь объекта недвижимости увеличили в десятки раз. Судебное решение вступило в законную силу. Собственник, по словам главы контрольного управления мэрии, отказывается от добровольного исполнения вердикта. Снос силами администрации запланирован на август. Финансирование, впрочем, пока еще не утверждено. Объект 68,6 квадратных метров. Потом он без какой-либо разрешительной документации превратился в объект 1450 квадратных метров. Нужно привести его в состояние прежней реконструкции. То есть большую часть объекта подлежит Сносу. В управлении капитального строительства заявили, что один в один исполнить решение суда будет практически невозможно, поскольку прежнего здания площадью 68 квадратных метров де-факто не существует. А потому постройку вероятность несут полностью, а затем выставят счет владельцу бизнеса. Но в мэрии подчеркнули, что до момента выхода техники, а это ожидается случиться в августе, у собственника есть возможность передумать и самостоятельно привезти объект недвижимости в соответствии с документами. Для этого здание нужно уменьшить примерно в 20 раз. Всего же в работе у контрольного управления мэрии сейчас 17 объектов самовольного строительства. По ним идут суды. Кроме того, три владельца земельных участков добровольно снесли свои постройки, признанные незаконными. В числе таких, например, проектируется снос теплицы на территории 32-й школы на Чехово 10-2. Разрабатываются документы для демонтажа конструкции бесхозных жилых домов на улице Обской 19 и 23, а также одного из строений на улице Сосновой. Планируется снос здания столовой детского сада Ягодка на Саянской, трансформаторные подстанции и ветеринарные лаборатории на Нагорной 17. Новая нирвана может появиться в Угуте. По крайней мере, площадка для репетиций у музыкантов появилась достойная. Речь об очередной молодежной резиденции, которая накануне открылась в сельском поселении. Каких еще звезд планируют вырастить в таких креативных пространствах Саргутского района, расскажет Валерия Кудрявцева. Отличие Угутской молодежной резиденции от тех, что в прошлом году открыли в Высоком мысу и Рускинской, слышно с порога. Электрическую гитару, синтезатор и усилитель ребятам купили по их просьбе. Виктор Рыскин занимается музыкой в местном центре досуга и творчества уже два года. Пока свои успехи оценивает на четверку, но уверен, что большие достижения теперь точно не за горами. Это как увлечение. Есть кумиры, вот гражданская оборона, песни из аниме и сам Куртабель, дирвана. Большое количество детей, конечно, которые хотят заниматься, но нет возможности, вот гитары где-то, вот такой вот материальной базы не хватает маленько. Очень замечательно, что появился такой центр, где ребята могут прийти и позаниматься на гитаре, на синтезаторе, чему-то поучиться. Кроме музыкальных инструментов в молодежной резиденции есть два набора для лазертага и пейнтбола. Их приобрели по просьбе местного патриотического объединения. Остальное наполнение по стандарту. Киберзона, студия для съемки фото и видео, VR-шлемы, квадрокоптеры и многое другое. Но и это, оказывается, еще не все. Скоро на базе всех резиденций в Сургутском районе запустят новые лаборатории. Первая лаборатория – это сети фермерства, вторая лаборатория – это мастер-ок, это все то, что можно сделать руками. То есть мастер-классы по флористике, мастер-классы по мейкапу будут. Также лаборатория летательных аппаратов будет обновлена, потому что наши сотрудники пройдут обучение в Казани и в Санкт-Петербурге. Лаборатория креативных индустрий у нас будет. Это новое направление в Хантеменсийском автономном округе Угре. Наш округ является пилотной площадкой в этом направлении. И мы будем продвигать творческие проекты, записывать подкасты для Яндекса. Поэтому будем работать в этом направлении. Договоренность с Яндексом у специалистов администрации Сургутского района тоже есть. По их мнению, близок тот момент, когда молодежь муниципалитета прославится на весь округ и Россию, а может и мир. По крайней мере, сейчас для этого есть все условия. По насыщению не уступит самым современным, то, что видели в Москве, чтобы даже в самом удаленном поселении детвора у нас имела доступ к технике, к технологиям, развивалась, росла. Может быть, там вырастет наш Илон Маск. Следующие молодежные резиденции планируют открыть ближе к концу года в Сытомино и Лямино. Там для креативных пространств построят отдельные новые здания. Валерия Кудрявцева, Сергей Кондаков, Сургут. Интерновости Угут. Экс-сотрудника Сургутской 11-й колонии городской суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Югре, бывший инспектор отдела безопасности исправительного учреждения, признан виновным в 15 эпизодах взяточничества и превышении должностных полномочий. С октября 2020 года в течение шести месяцев он передавал заключенным за вознаграждение мобильные телефоны и сим-карты. Общая сумма взяток составила 191 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину, однако на вердикт служителей Фемиды это никак не повлияло. Помимо колонии общего режима, мужчине предстоит выплатить 300-тысячный штраф. Тем временем шесть из десяти осужденных, поселившихся в новом исправительном центре Сургута, уже вышли на работу в домостроительный комбинат компании Сипромстрой. Как сообщает пресс-центр окружного УФСИН, все остальные постояльцы в настоящий момент проходят процедуру трудоустройства. Напомним, данный участок, функционирующий как первый исправительный центр в округе, открыл свои двери ровно месяц назад. В так называемом общежитии есть все необходимое – мебель, санузлы, кухни и прачечные. Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в основной массе за совершение преступлений небольшой тяжести, а также как вид смягчения наказания за хорошее поведение осужденного. Хранить и пользоваться оружием в России уже с этого лета смогут люди не младше 21 года. Сейчас соответствующая лицензию может получить любой совершеннолетний гражданин, предъявивший необходимые справки. В лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии считают, что число желающих получить право на покупку собственного арсенала от этих нововведений не изменится. Молодые люди и ранее не часто изъявляли такое желание. Всего в Саргуте и районе сегодня более 16 тысяч жителей имеют разрешение на оружие. Среди всех только около 10 человек получили его в 18 лет. Вместе с тем в законе есть и исключения. Например, право владеть ружьем останется у жителей из числа коренных народов Севера младше 21 года. Но только в том случае, если такую поправку в региональные акты примет Югорская дума. Ранее окружной парламент позволял выдавать лицензию представителям КМНС с 16 лет. Однако таких случаев в Саргуте и районе не было. Если человек, мужчина или женщина, проходит службу в правоохранительных органах или военную службу проходит, имеет чин государственный, тогда он может стать владельцем оружия. Если он отслужил в войсках, в армии отслужил, он тоже может стать владельцем оружия. Чаще всего за разрешением на покупку и хранение оружия обращаются охотники. Об этом говорит и статистика местного лицензионно-разрешительного отдела Росгвардии. Среди 16 тысяч владельцев собственного огнестрела 12 обладают именно ружьями. Многие из охотников впервые получали разрешение еще во времена Советского Союза и в 90-е годы прошлого века. Но документ нужно обновлять каждые пять лет. А это подразумевает под собой повторное прохождение медицинского свидетельствования, а также проверку условий хранения арсенала и боеприпасов. Сами охотники отметили, что строгий контроль в этом вопросе необходим. «Если ты неправильно обращаешься с оружием, тут вообще нужно обращать это самое. Лишать этого оружия. Даже где-то около костра сидишь, нельзя даже наводить стволом, водить там, где сидят люди. Это еще старики говорили». «Нужна строгость, потому что в нетрезвом состоянии всякие случаи случаются. Поэтому нужно ужесточать как можно больше». Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала «Срогу-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна на нашем ютуб-канале, в официальных аккаунтах в Инстаграм, Телеграм и Вконтакте и на нашем сайте. Впереди еще реклама и прогноз погоды. До свидания. Доктор Гужагин. 8-9-7-2-5-2. Паша! Маша, не сейчас. Паша! Маша, не сейчас. Паша! Маш, ну не сейчас. Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный домофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Энерги! «Авторадио». Первое автомобильное радио. Движение. Только вперед! «Авторадио». 103 и 3FM. Включи «Лаврадио» твоей мечты. «Лаврадио». «Лаврадио». Телепículo. «Лаврадио». «Лаврадио». «Oлпnom». « kanssa» «Мастер quien называется» «Там�로». «Тамります». «Лаврадио». «Аврадио». «Лаврадио». 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 Продолжение следует... Продолжение следует...